Когда началась война, Виктору Ивановичу Мальчевскому было 8 лет. Вместе с младшей сестрой и мамой мальчик жил в Гомельской области, Белоруссии. Он не понаслышке знает, кто такие фашисты и каково это быть в оккупации. Свежи в памяти и воспоминания о первой бомбежке. Мама пошла землянику покупать на базар и под бомбежку попала. Там у стекла снизу пришла, поцарапанная все. 4 часа утра, 22 июня, солнечное летнее утро. Накануне в школах отгремели выпускные вечера. Офицеры отдыхают дома, в частях, на посту остались только дежурные. Тогда, 77 лет назад, никто и представить не мог, что самая короткая ночь в году станет последней мирной ночью. Именно в начале войны были чудеса героизма провели нашими солдатами, офицерами, генералами. Как от Брестской крепости. Это не та смелость, когда человек идет на таран, это смелость. Танковый таран, воздушный таран. А мужество, когда в течение длительного времени, это уже мужество. Люди отстаивают каждую пять своей земли. День памяти и скорби одинцовцы традиционно встречают у братской могилы в 4 утра. Акция «Свеча памяти» собирает не только ветеранов, представители старшего поколения, но и молодежь. Уже несколько лет юные жители Ершовского поселения приезжают в Одинцово, чтобы зажечь лампаду от вечного огня. На территории этого поселения 22 памятных захоронения и памятных знака. Мы доставим на каждое захоронение свечу памяти и возложим цветы. В сценарии мемориального мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби, в этом году пришлось внести коррективы из-за проходящего в стране чемпионата мира по футболу. На лужайке рядом с мемориалом расположился музей под открытым небом. В нем находки поискового отряда «Китиш», сделанные в Одинцовском районе. В одной из витрин вещи немецких солдат, найденные случайно. Например, вот эта жировка или маргаринец. То есть каждый день немцу полагалось какое-то количество жира от растительного или животного происхождения. Он этот жир упаковывал в жировницу, такая штучка закрывалась. И специально там, например, вечером мог заварить себе чашечку кофе, намазать этот маргарин на галету и скушать. После официальных речей лети и по погибшим возложение цветов к вечному огню. В этот день пришедшие на митинг Одинцовцы вспоминали родных, которых забрала война. И бойцов, захороненных здесь, в братской могиле. «Это день траура. Это день, когда мы скорбим о погибших. День победы. Мы радуемся, потому что наш народ превозмог все это и победил. А сегодня мы вспоминаем, какой ценой. И вспоминаем своих родных, вспоминаем тех солдат, у которых, возможно, родных нет. Кто их еще вспомнит, кроме нас? Поэтому мы сегодня здесь». Завершила мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, традиционная акция «Вспомним всех поименно», главная цель которой – оживить фамилии, выбитые на граните, дать почувствовать людям, что за каждой строкой большая человеческая трагедия. «В этом году в акции «Вспомним всех поименно» может поднять участие любой желающий. Для этого нужно подойти к этому столу, взять именные карточки с данными о красноармейцах, которые захоронены в этой братской могиле, и встать в очередь». «Красноармейц Белоусов Александр Петрович, 18-го года рождения, умер от ран 13 февраля 42-го года». Конечно, звучали в этот день и пожелания от молодежи 40-х годов, той самой, что брала Берлин, адресованные молодежи современной. Не забывать героического прошлого своей страны, сохранять память о подвиге советского народа и не позволять никому переписывать историю Великой Отечественной войны. Евгения Августина, Станислав Трифонов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.